Опрос 80 россиян не поддерживает увеличение пенсионного возраста Ирина Невинная Рисунок к статье Увеличение пенсионного возраста не поддерживает 80% россиян Отмена выплат пенсии работающим пенсионерам не нравится 75% Около 60% считают неправильной заморозку пенсионных накоплений Такие результаты исследования обнародовал руководитель отделов ЦОМ Кирилл Родин на круглом столе Где обсуждались инициативы по пенсионной реформе В качестве альтернативы политики затягивания поясов Участники дискуссии предложили борьбу с теневой занятостью и легализацию зарплат Повышение пенсионного возраста Ограничение выплаты пенсии высокооплачиваемым работникам, а также россиянам Выезжающим на постоянное жительство за рубеж Все эти меры преследуют одну цель Сократить расходы пенсионного фонда Такой подход ошибочен, надо искать Как наполнить пенсионный фонд Как увеличить его доходы и только потом экономить на расходах Говорили участники круглого стола 250 тысяч человек может коснуться отмены пенсионных выплат Работающим пенсионерам стоит серьезно подумать о последствиях решения По так называемым высокооплачиваемым работающим пенсионерам Считает президент конфедерации труда России Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Борис Кравченко Это коснется наиболее грамотных, высококвалифицированных работников, а также тех, кто занят тяжелым трудом, летчиков, авиадиспетчеров, работников добывающих отраслей Это не логичный шаг Речь идет об уже заработанной пенсии, которую человек формировал в течение всей трудовой жизни Мало того, что это несправедливо, но это просто подтолкнет людей и вводит часть заработка в тень Пенсионная система — это часть экономики, она тесно связана с рынком труда и зависит от его развития Напомнил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий Люди продолжают работать на пенсии и делают немалые отчисления в ПФР со своих высоких зарплат Но если в обществе нет доверия к пенсионной системе, если добросовестно работающий человек не уверен в том, что обеспечит себе достойную пенсию То последствия одно — усиливается отток в неофициальную занятость, когда не надо делать никаких социальных отчислений Читайте также, Госдума Если повышать пенсионный возраст, то чиновникам между тем, МОД допускает ограничение пенсионных выплат продолжающим работать Но, при одном условии, если уровень пенсионного замещения достаточен для комфортного существования Наши пенсии не обеспечивают требуемое МОД замещения утрачиваемого заработка на минимально приемлемом уровне — 40% Следовательно, отмена пенсионных выплат работающим есть не что иное, как ограничение заработанных человеком пенсионных прав Фактически людей вынуждают выходить на пенсию позже, считают эксперты По мнению Бориса Кагарлицкого, нужно все усилия направить на легализацию трудовых отношений Именно здесь резерв стабилизации пенсионной системы Полноценные белые зарплаты, ликвидация конвертов — все это в ближайшей перспективе позволит увеличить доходы пенсионного фонда Не стоит отказываться и от формирования накопительных пенсий, заявил Кагарлицкий На сегодняшний день накопления есть у всех работников младше 1967 года рождения Из которых около 22 миллионов формируют накопительную пенсию в частных финансовых институтах В Институте глобализации подготовлен доклад о возможностях повышения эффективности управления пенсионными накоплениями Вполне реально сделать так, чтобы эти средства работали и на экономику, и приносили доходы работникам, заявил эксперт